Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о синдроме поликистозных яичников. Это комплекс нарушений, которые проявляются эндокринно-метаболическими нарушениями, то есть возникновение инсулино-резистентности, ожирение, структурно-функциональными нарушениями яичников, нарушение менструальной функции, нарушение репродуктивной функции. Какими же клиническими проявлениями обладает данный синдром? Первое это, как я уже сказала, нарушение менструальной функции, то есть месячные становятся нерегулярными, а могут и вообще отсутствовать. Следующий симптом это возникновение избыточной массы тела или ожирения. Также герсутизм, то есть избыточное волосение на теле и лице, проявление синдрома поликистозных яичников. Акне и жирная кожа, тоже проявление синдрома поликистозных яичников. И основная проблема, с которой сталкиваются женщины, это бесплодие. Это основная причина обращения к докторам. Как же мы ставим данный диагноз? Данный диагноз ставится минимум на основании двух критериев. Мы не можем поставить этот диагноз только лишь на основании ультразвукового исследования, при котором была обнаружена мультифолликулярная структура яичников, то есть количество фолликулов, больше 12. Мы не можем на основании только УЗИ поставить данный диагноз. Должны присутствовать еще хотя бы один фактор. Это может быть отсутствие менструации, нерегулярный менструальный цикл, повышенный тестостерон или герсутизм. То есть это должен быть комплекс синдромов, поэтому на основании только УЗИ этот диагноз не ставится. Также не существует какой-то волшебной таблетки, которую вы выпиваете и вы решаете все проблемы, которые возникают вследствие синдрома поликистозных яичников. Нет, такого не бывает. Лечение синдрома поликистозных яичников комплексное. И основу данного лечения составляет не медикаментозное лечение. Первое, что нужно сделать, это нормализовать свой образ жизни, нормализовать питание, потому что за счет возникновения избыточной массы тела и ожирения у человека развивается синдром инсулинорезистентности. То есть ваш организм становится нечувствительный к инсулину. Вырабатывается, становится много глюкозы. На глюкозу вырабатывается инсулин. За счет повышенного количества инсулина возникают метаболические нарушения, ожирение и риск развития сахарного диабета. Это очень важно. Важно нормализовать свое питание. Важно снизить вес. То есть ваш индекс массы тела должен быть в пределах от 18,5 до 25. Тогда мы можем говорить о том, что ваш вес нормальный. Почему важно снижение веса? Потому что снижение веса при ожирении даже на 5% может способствовать возникновению спонтанной овуляции уже до 30%. Поэтому вот видите, даже без медикаментов мы можем стимулировать вашу овуляцию. У вас может происходить самостоятельная овуляция без медикаментов. И тем самым у вас может наступить беременность. Поэтому первое, что мы делаем, это нормализируем свое питание. Питание должно быть сбалансировано. То есть все правильно должно рассчитываться по углеводам, белкам и жирам. Углеводов должно быть больше, но это должны быть сложные углеводы. Не простые углеводы, а сложные. То есть рис, бурый рис, например, овсянка. Если это макаронные изделия, то это макароны из твердых сортов пшеницы. Также должны быть и жиры, и белки в рационе. Это обязательно, но все зависит от их количества. Поэтому вы должны кушать сбалансированно, как я уже сказала, и маленькими порциями, но часто. То есть 4-6 раз в день вы должны кушать. Но это включает и перекус. То есть если вы съели яблоко, это уже один прием пищи. Если вы выпили на ночь стакан кефир, это тоже прием пищи. Поэтому кушаем часто, по чуть-чуть. Если вам необходимо питание по часам, для начала заводите себе будильник, для того, чтобы правильно кушать, не переедать. И таким образом уже вы будете бороться с синдромом поликистозных яичников. Также необходима физическая нагрузка. Спорт очень важен в лечении данной патологии. Поэтому первая эффективность лечения зависит именно от вас, не от врача, который назначит вам волшебную таблетку. Следующий момент. Следующий момент у нас связан с медикаментозной коррекцией. То есть если путем нормализации питания не удается понизить уровень инсулина, необходимо употреблять сахароснижающие препараты, которые помогут нормализовать вес, тем самым снизить уровень инсулина, тем самым уменьшить уровень андрогена в вашем организме, что может способствовать к возникновению самостоятельной эвуляции. Вот здесь уже подключается доктор, который назначает вам препараты, назначает дозировку, назначает кратность приема и контроль по анализам тоже рекомендует врач, с какой периодичностью нужно их контролировать. Также если женщина не планирует беременность, но у нее есть синдром поликистозных яичников, с целью нормализации менструального цикла, чтобы месячные ходили регулярно, назначается гормональная контрацепция. Гормональная контрацепция не лечит синдром поликистозных яичников. Прошу обратить на это внимание. Она создает видимый эффект регулярных месячных. Вы менструируете каждый месяц. И когда вы начнете планировать беременность, вы просто отменяете койки и дальше уже занимаетесь доктором, следите за своей эвуляцией, есть она, нет. Существует такая рекомендация врачей, когда назначается гормональная контрацепция на 2-3 месяца с целью возникновения спонтанной вашей эвуляции на фоне того гормонального фона, который вы принимали эти препараты. Но такой эффект, такой ребаунд эффект очень не часто возникает. Возникает он, когда у женщины вообще никогда не было эвуляции. На фоне приема гормональной контрацепции гормональный фон остается еще какой-то период после отмены контрацепции и возможно наступление самостоятельной беременности за счет этого ровного гормонального фона. Но этот вариант лечения не такой эффективный и срабатывает он не всегда, поэтому здесь нужно тоже индивидуально подходить к вопросу. А самостоятельно назначать себе гормональную контрацепцию с целью лечения синдрома поликистозных яичников я не рекомендую, потому что напомню еще раз, что коки, они не лечат синдром поликистозных яичников. И вот когда прошел подготовительный этап, вы нормализовали свой вес, нормализовали уровни инсулина, глюкозы, у вас по анализам все в порядке. Также могут назначаться и другие комплексные препараты, то есть ваш доктор комплексно подходит к вопросу, изучает функцию вашей щитовидной железы, вы сдаете полное обследование на общее состояние организма. И если требуется какая-то коррекция, врач вам назначает. На вот этом подготовительном этапе вы готовите свой организм к беременности. Следующий этап, если у вас не наступает спонтанная овуляция самостоятельная, то тогда вы прибегаете к стимуляции овуляции. Доктор назначает препараты, дозировки, режимы, схем очень много. Подбирается это все индивидуально. И стимуляция овуляции должна проводиться под строгим контролем врача, под строгим контролем ультразвукового исследования. Вы вместе с доктором отслеживаете рост своих фолликулов, и врач уже по вашей клинической картине дает вам рекомендации. Поэтому при синдроме поликристосных яичников вы самостоятельно не лечитесь. Вы обращаетесь на консультацию к специалисту для диагностики данной патологии, для диагностики причин возникновения этой патологии. То есть сначала мы, как я уже сказала, регулируем ваш эндокринно-метаболический статус для того, чтобы уменьшить выработку андрогенов и таким образом возобновить самостоятельную овуляцию. Если же этого не получается, делаем стимуляцию. Не всегда при синдроме поликристосных яичников рекомендуют ЭКО. ЭКО рекомендуется только в тех случаях, если вам не были эффективны вот эти два основных режима лечения синдрома поликристосных яичников. То есть это нормализация образа жизни, нормализация веса, борьба с инсулинорезистентностью и следующее это стимуляция овуляции. Если вот эти моменты вам не помогли в зачатии будущего малыша, тогда назначается консультация репродуктолога с целью проведения экстракорпорального оплодотворения. Поэтому обращайтесь на консультацию к докторам, не занимайтесь самолечением, особенно не занимайтесь самостоятельной стимуляцией овуляции после того, как вы прочитали информацию какую-то в интернете. Нет, это все делается под строгим контролем доктора. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной, вы подчеркнули для себя новые знания. Я очень рада делиться с вами своими знаниями и хочу, чтобы мы как можно чаще встречались в эфире. Как можно чаще встречались на приемах, для того, чтобы подтвердить, что с вашим здоровьем все в порядке. Спасибо большое за внимание!